Конференция по подведению итогов коллективного договора концерна. В Десногорске продолжается ремонт детских садов. Школьники Десногорска победили в конкурсе «Слава Созидателям». На Смоленской АЭС в работе второй и третьей энергоблоки общая мощность составляет 2027 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. Энергоблок номер один с 5 июля находится в плановом среднем ремонте. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 20 дней июля составила более 965 миллионов киловатт-часов, что превышает плановое задание на 38 миллионов. С начала года выработано более 11,5 миллиардов киловатт-часов, сверх плана 241 миллион киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. 17 июля прошла конференция по подведению итогов коллективного договора концерна. Делегации центрального аппарата и филиала встретились в онлайн-формате. Генеральный директор концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров обозначил главные достижения в работе и планы на ближайшее время. «Важная и обсуждаемая тема для жителей нашего города – строительство САЭС-2». По решению госкорпорации «Росатом» Андрей Ювеналевич подписал приказы о начале сооружения второй очереди Смоленской и Ленинградской АЭС. Планируется до 2035 года ввести «Семь энергоблоков большой мощности». Благодаря хорошей работе АЭС, а также внедрению новой системы оперативного примера, и оплаты труда, зарплата сотрудников в среднем выросла на 8%, а у рабочих и специалистов – до 12%. В 2020 году индексация окладов запланирована на третий квартал. Огромная работа ведется в области профессиональной подготовки персонала, необходимой для обеспечения безопасной, надежной и эффективной эксплуатации атомных станций. «Росэнергоатому», как и прежде, удается сохранить достигнутый уровень социальных гарантий и льгот. Традиционно на повестке – профессиональное здоровье сотрудников, жилищные условия, медицинские программы, материальная помощь в определенных жизненных ситуациях, поддержка неработающих пенсионеров, развитие молодежи, организация спортивных и культурно-массовых мероприятий. Социальное партнерство – одна из ценностей концерна. Без участия профсоюза трудно представить диалог между работником и работодателем. Цели профсоюза остаются прежними – обеспечение безопасного труда, сохранение рабочих мест, достойная заработная плата, защита социально-экономических интересов сотрудников. Были затронуты все разделы коллективного договора, по всем разделам, в общем-то, стопроцентное выполнение. Там был рассмотрен вопрос социального партнерства и взаимоотношения с работодателем, что конкретно профсоюзная организация волнует больше всего. В очередной раз мы убедились, что концерн «Росэнергоатом» – самое социально ориентированное предприятие. В Десногорске продолжается ремонт детских садов. В 2020 году из регионального бюджета направлено порядка 29 миллионов рублей на повышение безопасности и комфорта в «Ласточке» и «Дюймовочке». Работы должны завершить в августе, чтобы дошкольные учреждения были полностью готовы к учебному году. Такую задачу поставил губернатор Смоленской области Алексей Островский. Детские сады Десногорска сданы в эксплуатацию в 70-80-х годах. Еще пять лет назад каждое здание нуждалось в дорогостоящем ремонте. В 2016 году при поддержке губернатора смогли отремонтировать фасад и кровлю «Аленки». В 2017-2018 годах справиться с наболевшими проблемами в Лесной сказке и Мишутке помогли концерн «Росэнергоатом» и «Смоленская АЭС». Благодаря средствам, поступившим из областного бюджета, в 2020 году будут приведены в надлежащее состояние детские сады «Ласточка» и «Дюймовочка». Мы должны вместе благодарить «Росатом» за те серьезные налоговые отчисления, которые идут в областной бюджет, в муниципальный бюджет, который позволяет областной администрации совместно с администрацией Десногорска решать те задачи, которые должны быть решены в интересах жителей города. Подрядчики уже начали ремонт в конце мая. В этот перечень ремонтных работ входит ремонт всей кровли, замена оконных блоков, замена входных дверей, ремонт крылечек и, конечно же, облицовка плиткой стен здания. Дошкольные учреждения – важнейшие социальные объекты, в которых занимаются и развиваются более 460 наших десногорских детей. Поэтому все должно быть сделано с максимальным качеством. Подрядчики работают по графику в соответствии с ГОСТами, требованиями экологической и пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическими нормативами, используют только сертифицированные материалы. На данных детских садах с момента строительства ремонт производился только текущий, а в данном случае будет производиться капитальный ремонт фасадов и капитальный ремонт кровли. В четвертом всероссийском творческом конкурсе «Слава Созидателям» победили школьники Десногорска Анастасия Палашкина и Иван Косенков. Их сочинения размышления о ветеранах-первостроителях Десногорска и Смоленской АЭС признаны лучшими на федеральном уровне. Ценные призы и дипломы от организатора проекта, госкорпорации «Росатом», юным писателям, вручил 16 июля заместитель главы муниципалитета Александр Новиков. За четыре года в конкурсе поучаствовали 1014 юных десногорцев. Они снимали видеоролики, писали очерки и стихотворения о строителях, монтажниках, наладчиках, эксплуатационниках, водителях, врачах, учителях, работниках культуры, вложивших свои силы и частицу души в развитие и становление Смоленской АЭС и Десногорска. В 2019 году на федеральный этап конкурса муниципалитет отправил 25 сочинений. 15 июля стартовал новый проект «Славосозидателям» в формате онлайн. Творческие работы до 31 августа нужно загрузить в аккаунт Инстаграм. Подробную информацию о конкурсе можно найти в соцсетях и на сайте конкурса. По всей России проходит конкурс «Атом рядом», организованный Фондом развития регионов Содружества при поддержке госкорпорации «Росатом». К участию приглашаются те, кому уже исполнилось 18 лет. Проект призван выявить и объединить самых активных жителей страны, которые увлечены атомной промышленностью, погружены в ее проблематику и хотят быть причастными к ее развитию. Нужно снять видео на тему мирного атома, в творческой форме продемонстрировать свои познания в области атомных технологий, окружающих нас в жизни. Участников творчески поддержат российские звезды музыки, кино, телевидения и блогеры. Россиянам есть чем гордиться. Более подробную информацию о конкурсе можно узнать на сайте atomрядом.ru. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями и жизнью станции вы можете ознакомиться в разделе с АЭС на сайте rosenergoatom.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok